Всем большой привет! Добро пожаловать! Сегодня хочу показать свои пустые баночки за январь. Пустых баночек будет много, поэтому две части. Давайте, как всегда, по традиции начнем с гели для душа. У меня в этом месяце закончился в большом объеме 750 мл. Гель уходит для душа от компании Невея. Нежность и забота для чувствительной кожи. Мы этот продукт использовали очень долго, несколько месяцев. Использовали его и как гель для душа, и как пену для ванны. В общем, всеми возможными способами использовали, чтобы просто он не надоел. Аромат у него классический, такой нейтральный. В принципе, не очень навязчивый. Удобно, что есть помпо-дозатор. Я в большей степени использовала этот продукт как пену для ванны. Он кремовый, густой. Пену давал довольно хорошую, густую. В общем-то, в принципе, этот продукт мне понравился. Для большой семьи, для всех членов семьи он подойдет. Следующие два красавчика, которым я с большим удовольствием пользовалась. Это компания Каташ. Компанию Каташ я очень люблю. У меня, наверное, пять или шесть гелей для душа стоит в коллекции. Они стояли-стояли. Я думаю, все-таки нет. Я хочу, чтобы они у меня были в использовании. Чтобы я ими наслаждалась. И этой зимой обязательно ими пользовалась. Я себе взяла в использовании карамель. Давайте с ней его и начнем. Это очень сладкий, действительно карамельный аромат. Он такой обволакивающий, согревающий. По консистенции в виде молочка кремового с легким таким оттенком сливочным. Что касается аромата, то для меня это ириски Меллер. Я их просто обожаю. Мне было очень приятно этим продуктом пользоваться. Мне очень нравится оформление этих баночек. Они такие красивые. Здесь тоже крышечки очаровательные, удобно в использовании. В общем, понравился. Что касается этого аромата, это у нас ананас и кокос. Мне он, к сожалению, абсолютно не понравился. Он показался мне химическим, отталкивающим. Еще из упаковки он пахнет более-менее приятно. Но при соприкосновении с водой он уходит в сторону куда-то, знаете, негативную. Какой-то химически искаженный аромат. Здесь и кокос, не кокос, и ананас невкусный. И все это вместе абсолютно меня раздражало, подавляло. Поэтому рука к нему не тянулась. Кое-как я его использовала тоже и как пену для ванны. Разными способами, чтобы только он побыстрее закончился. Поэтому, видите, разные бывают даже у одной марки продукты. Какие-то бывают очень нравятся, какие-то не очень. Но у меня есть еще в запасах. Надеюсь, те представители, которые в запасах, у меня мне понравятся. Следующий гель для душа от компании Деоника. Без красителей и парабенов. Бережно очищает, увлажняет, содержит пантенол и алоэ вера. Объем 250 мл. Этот гель для душа вообще мне не понравился. Ни по каким показателям. У него очень простая и неказистая упаковка. То есть здесь хоть в катаж упаковки красивые. Знаете, даже вот, например, аромат не понравился. Но все равно я наслаждалась упаковкой. Она яркая, такая красивая, сочная. Поднимала мне настроение хотя бы визуально. Здесь все было вообще противоположно. Упаковка обычная, незрачная. Содержание упаковки вообще никакое. Гель был прозрачный. Он не сушил кожу. Но кажется, что плохо очищал. Но никакого удовольствия я с ним не получила. Вообще. Ни по аромату, ни по действию, ни по содержанию, ни по текстуре. Он не попадался в наборе в косметическом. Дарили мне его, я помню, на 8 марта, что ли, в прошлом году. Не помню. В общем, кое-как я его использовала. Больше, конечно, сама никогда не повторю. И вам тоже не посоветую. От компании Батист закончился сухой шампунь. Легкий свежий аромат. Это классическая версия Батиста. Мгновенная свежесть волос. В объеме 200 мл. Я очень люблю Батист. Для меня это классика жанра. Всегда хорошо работает распылитель. Никогда он не забивался. Никогда он не ломался у меня. Всегда до последнего пшика работал хорошо. Я наношу, не всегда бывает, что на все волосы. Бывает, я наношу на зону челки. Чтобы как-то ее немножко освежить. Уложить. Особенно сейчас, когда шапки, капюшоны, шарфы. Все это туда-сюда мы надеваем, снимаем. И чтобы дополнительно придать свежесть волосам, освежить, придать объем, я использую этот сухой шампунь. Всегда он должен у меня быть. Для меня это просто незаменимая вещь. И очень-очень мною любимая. Раз мы перешли к средствам по уходу за волосами, давайте вам покажу парочку, которая у меня закончилась в этом месяце. Это компания Омега Дерм. Олео шампунь с кератином с Омега 369 и бальзам для волос с ретинолом 369. В стандартном объеме 250 мл. Что касается оформления, у них в принципе очень красивое оформление. Такая блестящая наклейка, позолоченная крышечка. Что касается содержания, я рада, что познакомилась с этими продуктами. Сама того не подозревая. Один попался мне в коробочке красоты, бальзам. Шампунь я сама докупила. Цену, которую заявляют производители, там в 650 рублей девочки нет. Цена в 290 рублей адекватная для этих продуктов. Дороже не покупайте. Нету смысла. Что касается шампуня, он густой, гелевый, прозрачный. Очень хорошо пенится, хорошо волосы промывает. Волосы после него такие, знаете, промытые, чистые, рассыпчатые, неповрежденные, несушенные, хорошие. Аромат тоже такой приятный. Он косметический, легкий, ненавязчивый. Но присутствует нотка, которая, знаете, характерна для, видно, этого производителя. Что касается бальзама, он очень легкий. Он действительно бальзам. Он немножечко смягчит волосы, чешуйки закроет. Но ничего более не сделает. Если у вас волосы сильно поврежденные, окрашенные, либо нуждаются в дополнительном уходе, то нужно, конечно, использовать какую-то маску, какие-то дополнительные средства. Но так, на повседневный вариант был неплох. В любом случае, я рада, что познакомилась с чем-то новеньким и могу посоветовать его. Что касается волос, у меня закончилась маска от компании Фитокосметик. Линейка Фитобомб. Супер маска для волос. Масло органы, авокадо, жужуба, папаин. Красивая упаковка. Стандартный объем 250 мл. Обещает сияние цвета, гладкость, роскошный, ухоженный вид. Маска обволакивает каждый волос, защищая от повреждений. Конечно, нет. Сразу хочу сказать, конечно, нет. Но маска великолепна за свою цену. За свою бюджетную цену в районе 100 рублей. За свой натуральный состав, без силиконов, парабенов, продуктов животного происхождения, продуктов нефтехимии. За свое красивое оформление. За свой большой объем в 250 мл. И за свой прекрасный аромат. Эта маска получает от меня 5 с плюсом. Не надейтесь, что она будет супер питательная. Глубоко увлажняюсь. Она легкая такая, знаете, как легкий такой бальзам. Но она имеет место быть, потому что это качественный, классный, бюджетный, вкусный продукт. Просто отличный. Я бы могла его посоветовать для беспроблемных волос. Возможно, для неокрашенных волос. Еще один продукт от компании Фитокосметик из линейки Фитобомб. Это супер кофе скраб для тела, антицеллюлитный детокс, идеальный рельеф. Упаковка меня привлекла, мое внимание, своим внешним видом. Я обожаю кофе, корицу. Здесь молотый кофе арабика, корица, масло апельсина. Это ароматный скраб из молотых кофейных зерен, из морской соли. По аромату он шикарен. По текстуре он очень плотный. Насыщенный, густой, такой вязкий, тягучий. За счет этого он очень экономичный. Он у меня довольно долго был в использовании. Хотя его вообще я не жалела. Такой, знаете, пригоршний хороший набирала. Он очень хорош в использовании. Вы набираете его, распределяете по телу. Он ошметками никуда не улетает. Он очень хорошо работает. Так как он на основе морской соли, то он действительно хорошо отшелушивает омертвевшие клетки кожи. Даря вам прекрасный аромат кофе. Здесь кофе для меня крепко сваренный. Такой, знаете, немного сладковатый, крепкий кофе-арабика. Вот для любителей кофе и для любителей хороших жестких скрабов я могу посоветовать. Компания ROX ополаскиватель для полости рта без фтора, СЛС и красителей. Самое главное для меня без спирта. 250 мл. Я пользовалась с большим удовольствием. Что мне понравился? Понравился его вкус. Он не жжет, не выжигает полость рта, не содержит спирта, но он очень хорошо освежает, заботится о деснах. Свежесть дают просто замечательную, довольно такой хороший состав. И что касается еще такой особенности, то производитель говорит, что после вскрытия использовать в течение одного месяца. Так как имеет очень хороший состав. Я скажу честно, использовала чуть больше месяца, наверное месяц и где-то неделю. Ничего плохого не случилось после месяца вскрытия. Текстуру и свой аромат он не изменил. Он был таким же прекрасным, поэтому я обязательно его повторю. Двойная мята мне понравилась. Я, возможно, куплю в голубом таком оформлении что-то новенькое. Но буду повторять это 100%. Что касается зубной пасты, то я вам покажу еще одну от компании Рокс. Я компанию Рокс очень люблю по уходу за полостью рта. Это зубная паста с мультиминеральным комплексом для укрепления и активной реминирализации эмали. Она содержит магний. Я периодически покупаю с разными вкусами, с разными полезными элементами для зубов. Покупаю и с кальцием, и с фосфором, с кремнем, с магнием. В прошлом видео я вам показывала, что купила с кальцием. В общем, периодически разные покупаю, но Рокс у меня всегда должен быть. Объем зубной пасты 75 мл стандартный. Содержит ксилит, который защищает от кариеса и бактерий. По всем параметрам эта зубная паста для меня является отличной. Что самое еще интересное, производитель говорит, что для более длительного эффекта рекомендуется не ополаскивать рот после того, как вы почистите зубы. Вот здесь есть такая информация. Относитесь к этому как хотите, но это имеет место быть. Очень интересно. Еще одна зубная паста. Это компания Localute Sensitive. Профилактическая зубная паста для чувствительных зубов. Защищает от пришельчиного кариеса. Эту зубную пасту мне когда-то выписывал стоматолог. Он сказал, что она очень хорошо подходит для снижения чувствительности зубов, чтобы не было деминерализации зубов, при которых пришельчиный кариес начинает развиваться. Эту зубную пасту он прописал мне использовать комплексом, периодически, курсом. То есть, например, две недели я использую, две недели отдыхаю. Вот в таком диапазоне. Объем 75 мл. Да, здесь, видите, написано. Использовать 30-60 дней с интервалами между курсом. Изготовитель у нас Германия. Паста, я не скажу, что какая-то, знаете, приятная. Она такая обычная, лечебная. Но самое главное, она уменьшает болезненную чувствительность на раздражители. Например, на кислое, сладкое, на горячее, холодное, которое вызвано истонченностью эмали. Если пользоваться периодически, постоянно, я думаю, что она, конечно же, поможет. Еще одна паста. Да, не удивляйтесь, паста в этом месяце много закончилась. Я люблю много паст, периодически их меняю. Закончилась еще одна моя любимая паста. Это лесной бальзам с иммуноактивным действием. Тройной эффект, мягкий вкус алоэ и белого чая. Паста. Ну, просто, знаете, для меня это что-то такое родное, знакомое. Если я все перепробовала, если я захожу в магазин, и мне ничего не хочется, я беру лесной бальзам. Да, очень любит эту зубную пасту. У меня супруг просит периодически для него оставлять именно вот эту пасту. Потому что, он говорит, ты меня замучила разными корейскими, они там то сладкие, то горькие, то терпкие. Оставь для меня вот просто лесной бальзам. Мне больше ничего не нужно. Ну, поэтому, собственно говоря, для него я вот упаковку лесного бальзама и держу. Что касается корейских зубных паст, про которые я сейчас вспомнила, это компания Ханил. Вот такая интересная зубная паста. К сожалению, упаковку я от нее выбросила, поэтому просто расскажу свои ощущения. Она мне очень надоела. Хочу сказать сразу, здесь огромный объем или 120. Вот видите, тут даже вам не скажу. Наверное, 120 или 150 миллилитров. Пользовалась я ей одна, потому что она очень специфическая по вкусу. Она как лечебные пастилки от горла, как какой-то лечебный сироп. Она вот такая вот, наверное, даже ничего не осталось. А нет, чуть-чуть осталось. Вот такая вот кремогелевая, белесая. Она хорошо пенится, но довольно посредственно освежает полость рта. Не оставляет после себя продолжительной свежести. Вот это, конечно, небольшой минус. Ну и просто немножко надоела. Из-за своего большого объема. Еще одна зубная паста, на этот раз уже детская, от компании Oral-B. Защита от сахара. Это вторсодержащая зубная паста. Защищает от кислот, образующихся из сахара. Возрастная категория 3+. Обладает легким вкусом. Очень красивая упаковка. Конечно, здесь больше акцент сделан на упаковку и для деток, и для их родителей. При покупке на это сделан акцент. Ну, что касается содержания. Паста нам это тоже очень понравилось. Здесь большой объем 75 мл. Также она была цветная, гелевая. Очень хорошо пенилась. Хорошо очищала зубки. Придавала свежесть. И по вкусу такая была приятная. То есть не какая-то мятная. Но такая мягкая, освежающая. Легкий, приятный вкус. Компания FAM. Invisible Fresh. Это дезодорант антиперспирант. С ароматом великолепным. Аромат весенний ландыш. Он был очень приятный. Он такой был как освежающая, очень легкая туалетная водичка. Защита мне его понравилась. На рабочий день абсолютно хватало его защиты. А больше мне и не нужно. Объем 150 мл. Распыление хорошее. Защита хорошая. Подходит для белого, черного, цветного белья. Обещает не оставлять пятен. Это было так. Распылитель работал хорошо. Никогда не подводил. В общем-то FAM мне этот понравился. Я повторять его не буду. Потому что все-таки у меня из категории антиперспирантов любимчики есть другие средства. Но если попробовать что-то новенькое, то FAM вполне подходил. Давайте покажу кремы для рук. У меня закончился крем от компании Парашют. Энергия кокоса, масла, ши и ванили. Объем здесь был небольшой. 50 мл. Для всех типов кожи. Я когда его покупала, я почему-то думала, что он будет очень густой, питательный. Такой жирненький. Будет великолепно подходить на зимний холодный период. Великолепно будет защищать руки. Но каково же было мое разочарование. Он оказался абсолютно не таким, каким я сама себе его придумала. Аромат у него очень приятный. Действительно кокосово-ванильный. Из-за аромата я добила его до последней капельки. Хотя по своим каким-то ключевым аспектам, как крем, он был слабоватый. Никакого питания не давал. Легкое увлажнение. Немного оставлял пленочку до следующего мытья рук. Производитель у него Индия. Очень интересно было познакомиться с новым для себя брендом. Покупала я его в подружке. Стоил он тоже недорого. Но вот как бы, к сожалению, немножко разочаровал меня. Потому что я ожидала от него немножко побольше. Что он будет более питательным, густым. И лучше будет увлажнять и напитывать руки. Следующий крем, которым я очень довольна. Это крем для рук и ногтей. От компании Гурмандис. Мандарин и кедр. Питает, тонизирует, повышает эластичность. Объем 75 мл. Очень красивый крем. Я его покупала в магазине Ривгош. У меня был набор, я покупала еще точно такое же мыло. Мыло пока еще лежит в запасах моих мыльных. А вот с кремом я решила познакомиться. И как раз здесь, видите, у нас со мной кедровая веточка. Мандарин нарисован. Думаю, сейчас зимой я использую. И я не прогадала. Аромат великолепный. Это что-то такое сливочно вкусное. Это вроде бы и не парфюмированное, но очень манящее, очень притягательное. Здесь экстракт от ласкового кедра, мандарина, масло карите, абрикосовых косточек. Обладает антиоксидантным регенерирующим действием. Здесь древесно-цитрусовый аромат. Немного пряный, немного сладкий, немного терпкий из-за кедра. В общем, великолепный. Очень хорошо ухаживал за ручками. Увлажнял, напитывал их. Я бы повторила. Мне он очень понравился. Еще один крем для рук. Потому что очень много кремов для рук уходит в нашей семье. Постоянно открыты 2-3 тюбика, расставлены по местам. И им периодически пользуемся. Это малыш от компании корейской Egg Planet. Малыш в объеме 30 мл. Это был такой товарищ, которого я носила с собой в сумочке. Он тоже поднимал мне настроение своей упаковкой. Своим таким ярким, позитивным желтым оформлением. Аромат у него был приятный. Такой легкий, ненавязчивый, косметический. На самом деле он тоже был таким легким. Неплохо руки увлажнял. Приятный аромат обладал. Он предотвращал шероховатость кожи рук. Благодаря почти что 100% чистому глицерину и маслу ши. Легкий, немного увлажняющий, немного питательный. Классный такой товарищ. Тоже рада, что он у меня был. Еще один крем для рук. Да, я же говорила, кремов будет много. Это крем для рук вишневый цвет от компании L'Occitane. L'Occitane. Это малыш в объеме 10 мл. Он тоже со мной был в сумочке. Я с большим удовольствием пользовалась им весь январь. Нужно было совсем небольшое количество, чтобы распределить по рукам. Он очень хорошо увлажнял руки, подпитывал. Обладал прекрасным парфюмерно-косметическим ароматом. Всегда был со мной. Я бы не сказала, что это аромат вишни, либо цветков вишни. Для меня это что-то просто такое нежное, ненавязчивое, парфюмированное. Очень хорошо защищал руки. Легкая такая текстура была. Нежный аромат. Быстро впитывался. Ну, такой вот, знаете, походно-расходный, классный. У меня еще есть такие малыши, поэтому обязательно буду продолжать пользоваться и в следующем месяце таким тоже. Также от компании L'Occitane хочу показать, у меня закончились два пробника. Первый пробник это мгновенная перезагрузка кожи, ночной эликсир. Невероятный ночной эликсир восстанавливает, преображает кожу всего за одну минуту за ночь. Обладает текстурой масла сыворотки. Текстура эта очень плотная, очень густая. Конечно, немножко не подходит для моего типа кожи, но я использовала раз в неделю для питания такого глубокого. Когда, знаете, я кожу хорошо отпилинговала, отскрабировала, я вот нанесла это масло сыворотку, оно благотворно влияло на мою кожу, кожа стала сразу бархатной. Вот этого маленького пробничка в один миллилитр мне хватило на два раза, потому что, так как это масляная текстура, она очень хорошо распределялась по лицу. И еще один пробник тоже, это классика жанра улокситан. Это божественный крем для лица и мартель, полтора миллилитра, для молодости кожи. Здесь цветки и мартели, которые находятся в каждой баночке крема. Крем с высоким содержанием и мартеля, является природной альтернативной ретинола, оказывает антивозрастной уход, чтобы кожа выглядела молодой. Но самое главное, это его аромат. Аромат очень такой приятный, косметический, расслабляющий. Действительно, сразу чувствуется, что пользуешься дорогим продуктом, дорогим уходом. Этой малышке в полтора миллилитра тоже мне хватило на два раза, потому что он был такой плотный, хорошо распределялся по лицу. Друзья мои, давайте на этом первую часть пустых баночек закончим. И давайте, конечно, увидимся с вами во второй части, где я вам расскажу про уход за лицом, тканевые маски, сыворотки, очищающие средства и немного декоративной косметики. Всем спасибо за внимание, всем отличного настроения. Увидимся во второй части. Пока-пока.